Кто из брокеров закроется, какой из брокеров закроется, откуда надо забирать деньги и куда их вкладывать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, вы знаете, что в последнее время часть, ну, какая-то часть и брокеров, и банковской системы попали под санкции. И, в частности, это ведущие банки наши, это ВТБ, это Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, там что-то еще. Но в то же время вот эти банки, они же являются и брокерами, у них есть дочерние организации брокеры, это крупнейшие брокеры, в частности, брокеры, это в частности ВТБ и Открытие. И многие люди спрашивают, а что же будет, значит, там с открытием, значит, фондовый рынок сейчас стоит, скорее всего, какие-то брокеры разорятся, надо бегом забирать свои деньги. И люди реально забирают свои деньги, люди реально переводят свои, то есть там вообще, так сказать, такая паника, люди переводят свои деньги, свои активы от одного брокера к другому. Ну, какому? Ну, против тех, против кого вроде бы еще санкции не ввели, то есть там Финам, БКС, Тиньков, санкции там против них не вводились вроде бы, но от свифта отключены все. И, собственно говоря, все очень-очень напоминает хаос. С другой стороны, сейчас фондовый рынок закрыт пока, потому что все в панике и многие ждут, по крайней мере, открытия биржи для того, чтобы купить эти акции. И люди, так сказать, наоборот, многие уже сейчас, те, кто еще не открыл брокерские счета, вы не представляете, даже открывают эти брокерские счета. Вот буквально вчера я созвонился со своим менеджером из открытия брокер, это ведущий специалист открытия брокер. Вот, и я говорю, ну что, как там ситуация вообще? Вот, он говорит, да, ситуация вообще, работы завал, они там работают без выходных буквально, потому что люди бегут. И он говорит, ну половина людей бежит закрывать свои позиции, и, значит, они забирают свои деньги, значит, переводят там как-то вот это вот есть поток. И другой поток, ну не знаю, там чуть ли не такой же, люди вносят деньги бегом-бегом для того, чтобы купить подешевевшие активы. То есть вот такая вот ситуация. Ну, я считаю, что в панике вообще делать ничего не надо, и я как раз на стороне тех, которые хотят покупать подешевевшие активы, потому что они будут расти, именно российские активы. И прежде всего это, ну скажем, я считаю, что, смотрите, у нас инфляция очень высокая, ну сейчас доллар уже вырос, ну рубль обесценивается. Что будет дальше? Я думаю, он и дальше будет обесцениваться. Почему? Потому что будет дефицит всего, я ожидаю, я об этом уже говорил, будет острая нехватка различных товаров и комплектующих. И поэтому предложение их снижается, потому что, ну просто обрезается внешняя торговля, вот, то есть импорт, а у нас очень много импорта, и очень многие производства будут останавливаться, поэтому сужается предложение очень сильно, поэтому цены будут расти просто по причине того, что предложение сужается, спрос, ну, примерно остается на том же уровне. То есть цены будут расти. К чему это приведет? Это приведет к тому, что люди, которые, ну, просто зарплата-то вряд ли вырастет, да? Вот, люди начнут, ну, у людей остается мало денег, многим просто будет не хватать, это будет чревато социальными какими-то потрясениями, поэтому государство будет просто вынуждено напечатать деньги и повысить там зарплату бюджетникам, по крайней мере. Ну, и все зарплаты будут повышаться, а это означает, что, значит, после того, как цены повысились, зарплату повысят, после того, как зарплату повысят, это приведет к повышению цен, потому что люди побегут покупать товары и так далее, и начинает раскручиваться инфляционная спираль, так называемая. Вот, что я ожидаю. Поэтому, вот будет так. Теперь дальше, на мировых рынках что? Ну, так как Россию, в общем-то, хотят зажать и говорят, что мы ничего не будем брать российского, а российского, между прочим, не так уж и мало, оказывается, производится. Ну, по крайней мере, вот природные ресурсы, это газ, нефть, всем известные. Ну, Европа просто не может прожить без газа и без нефти российских, поэтому они сказали, что мы будем продолжать покупать российский нефть и газ, но по минимуму, и платить, кстати, в Россию долларами. Вот, но кроме нефти и газа, естественно, зерно. Это основные поставщики зерна в мире, это, ну, грубо говоря, Украина и Россия. Россия там на первом месте по зерну. Вот, здесь, как вы понимаете, конфликт есть, и цены на зерно тоже выросли в мире. Кроме того, цены выросли в мире на никель, там, на редкоземельные металлы. Без всего этого останавливается промышленность уже в Европе автомобильная, то есть не только в России. Кроме того, сахарная свекла производится на Украине, и сами понимаете, что там будут тоже проблемы, и поэтому повышаются цены на сахар, поэтому инфляция будет расти. Что делать во время инфляции? Ну, когда во время инфляции, так сказать, растет, надо избавляться от рублей и вкладывать их куда-то. Куда их можно вкладывать? Вкладывать их можно, ну, опять же, либо на бирже, значит, в какие-то активы, сейчас я об этом чуть подробнее, либо в какие-то, в то, что еще не успело подорожать. Ну, в частности, там, если вы хотели купить машину, я, в частности, вот купил машину, поменял, то есть старую на новую, более новую. Если вы какие-то покупки хотели совершить, там, в смысле недвижимости, то, наверное, это стоит сделать. Вот, и люди мне звонят, говорят, что делать с кредитом, говорят, надо. Ну, то есть люди, которые взяли кредит, они, ну, как и положено, если взял кредит, то, в общем, сказать, чем быстрее ты его отдашь, тем лучше, потому что, ну, как бы, если есть возможность избавиться от кредита, то лучше избавиться от кредита. Так было всегда, но не сейчас. Вот у меня дочь спрашивает, говорит, вот у меня кредит, говорит, и там, ну, условия такие, там, старые еще по кредиту, и ставка еще не повышена. Я говорю, слушай, отдавай по минимуму, отдавай только проценты и тяни, потому что не торопись отдавать его с ускорением, а она отдавала его с ускорением. То есть, ну, как бы, досрочно стремиться погасить, не надо досрочно гасить те кредиты, которые у вас уже есть ипотечные, потому что ставка уже смешная. Дело в том, что, если у вас образуются деньги, и у вас есть вопрос погасить старый кредит или вложить деньги, ну, как минимум, на депозит вы можете вложить под 23%, 20% сейчас все банки берут деньги на депозит. А если у вас кредит, там, взят под, скажем, 14%, то, в общем, имеет смысл просто, если у вас есть лишние деньги, то просто положите в банк под 20%, и вы на этом даже заработаете, потому что 20 минус 14, это 6% у вас будет в плюсе. Вот такая история. Ну, а рубли лучше, конечно же, от рублей избавляться, и лучше всего это делать именно на фондовом рынке, я считаю. То есть, если вы вот в обычной жизни, ну, как бы у вас более-менее все есть, вы обеспечены и хотите сохранить деньги для будущего, то сейчас есть все основания для того, чтобы вложить эти деньги в подешевевшие активы, потому что они подорожают. Все указывают на это, и сейчас многие говорят, ну, куда же вкладывать, если биржа закрыта, а биржа на самом деле не закрыта. Она закрыта не вся. Не работает фондовый рынок полностью, кроме того, вы не сможете купить акции иностранных компаний за доллары, но работает валютный рынок и работает срочный рынок. На срочном рынке сейчас полная неразбериха, и там, конечно, можно заработать огромные деньги, но с другой стороны, с такой же скоростью их можно потерять, потому что там амплитуды такие, что мамы не горюй. Если вы в этом не разбираетесь, то лучше туда не лезть, я вам советую, потому что, ну, нужен запас прочности, нужны какие-то деньги, риск-менеджмент и так далее. Но, а вложить деньги, многие говорят, там, в валюту, на валюту сейчас бешеная комиссия 12%, и это не имеет смысла. А вот что имеет смысла, и что сделал я конкретно, это я купил золото. Золото сейчас можно купить на валютном рынке, и это не фьючерс на золото, это именно золото. То есть, смотрите, в чем отличие. Фьючерс на золото имеет срок экспирации. Сейчас есть фьючерс на золото, который 6.22, то есть он будет экспирирован 16 июля, насколько я помню, 2022 года. То есть он полугодовой, вернее, трехмесячный, значит, сейчас должен истечь срок фьючерса мартовского, и откроется как раз 6.22. Ну, не откроется, он уже открыт, его можно покупать. Но это до июля месяца. В июле будет закрытие этого фьючерса, экспирация, и если золото подешевеет, то вы потеряете в цене. Причем этот фьючерс, он рассчитан на фьючерс золота к доллару. И здесь еще не факт. Дело в том, что доллар может вырасти по отношению к золоту, и золото может потерять в долларах. То есть вы можете на этом фьючерсе потерять. А вот золото, которое продается на валютном рынке, это просто золото металлическое. На него нет такой дикой комиссии в 12%. Там все совершенно спокойно. Сейчас я вам попытаюсь показать этот инструмент. Вот он. Сейчас золото снизилось несколько. Рубль немножечко стабилизируется. Вот рубль, да, USD рубль tomorrow. Рубль в данный момент, сегодня 16 марта, рубль к доллару, вернее доллар к рублю стоит 108 рублей 37 копеек за доллар. Ой, у меня опять отключено. Значит, почему-то, вот, ну, только что был включен терминал и 108 рублей за доллар. Вот, но по доллару идет дикая комиссия по доллару, а вот по золоту комиссии нет, и золото можно купить. Вот, посмотрите, как выглядит этот инструмент. На ETS, то есть это валютный рынок, GLD руб, том, tomorrow, золото за рубли с расчетами завтра. Один лот, 10 грамм золота. Вот он сейчас торгуется, да, сейчас торгуется, вот, вы видите, что сейчас он стоит 6500, ну, 6600 где-то рублей за 10 грамм. Вот, таким образом. И золото за рубли, смотрите, даже если золото за доллар может подешеветь, то за рубли вряд ли, потому что, ну, как я уже сказал ранее, инфляция в рублях, мне кажется, будет продолжаться. Продолжаться, если вы считаете иначе, напишите, то есть, может быть, кто-то считает, что цены у нас начнут вдруг уменьшаться, но я уже сказал, что из-за того, что предложение будет схлопываться, цены будут продолжать расти на все, что есть. И это означает, что рубль будет обесцениваться. Вот, ставкой это уже не регулируется. Здесь надо регулировать увеличением предложения товара, увеличением производства. И оно будет однозначно, но когда это будет, это быстро не сделаешь. Поэтому в ближайшее время лучше все-таки купить золото, решил я и купил. И я купил его, и сейчас я в убытке по золоту, сразу скажу, потому что я купил его вот здесь где-то, 7290 я купил золото вот здесь. Купил золото, с тех пор немножечко опустилось, то есть, вы можете купить золото дешевле, чем купил его я. Я как бы не призываю этого, но вы это можете сделать. Вот, доллары покупать, сейчас я говорю, не имеет смысла, потому что для того, чтобы получить прибыль от доллара, вы должны дождаться, что доллар вырастет на 12% к рублю. А вот золото, пожалуйста, на 1-2% выросло, и вы уже в прибыли. Поэтому золото здесь лучше. Ну, а пока рынок не открылся, вот я сейчас сижу, ну вот, в золоте. Откроется рынок, там будем смотреть. Я, в общем, думаю, что буду покупать активы как-то аккуратненько, смотреть внимательно. Ну, возможно, это ГМК, Норникель, нефтепереработка какая-то. Вот такие акции. Ну, акции золотодобывающих компаний, они у меня уже есть, это все нормально. У меня есть акции иностранных компаний, которые в долларах, и они растут, потому что кризис-то у нас, а в общем, сказать, мировые компании, в принципе, растут. Доллар растет, то есть та часть у меня долларовая растет, но их сейчас все равно не купить, чего об этом беспокоиться. То есть, как бы здесь, если нет возможности, чего имитаться. Вот, а если есть возможность купить акции, когда она только появится, я думаю, что надо будет купить и акции, и облигации в пропорции примерно, ну, либо 50 на 50, я бы рекомендовал, либо 40 на 60. 40% облигации, 60% акции. Ну, а что думаете вы, напишите. Я высказал чисто свое мнение, что я думаю по этому поводу. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. Пока, пока, пока.